Данила, Кирилл Тавиталок. Языковед объяснил, как русификация имен влияет на будущее детей. При выборе имени для ребенка, особенно, при записи этого имени в свидетельство о рождении, родителям следует быть внимательными и ответственными. Потому что часто в Украине имена русифицируют и это может влиять на будущую судьбу малыша. Почему не стоит русифицировать имена детей, рассказывает РБК Украина, проект Эстейлер, со ссылкой на объяснение языковеда Александра Авраменко на канале в YouTube. По словам специалиста по украинскому языку, в Украине есть родители, которые с рождения не только неправильно записывают имя ребенка, но еще называют его неправильно и это, это русификация. Например, в свидетельстве пишут имена с русским произношением, Никита, Кирилл, Данила, или, Даниил. Авраменко указывает на существенную ошибку, которая влияет на будущее детей и рекомендует записывать правильные варианты имен, нужно записывать в свидетельство о рождении имена согласно украинской традиции. Чтобы потом, когда у, Данила, или, Кирилла, родится дочь или сын, не возникло трудностей с отчеством. Ольга, Даниловна, или Богдан, Кириллович, выходит с Уржик, предупредил эксперт, Кирилл, на украинском языке, правильно, Кирилла, Никита, Микита, а, Данила, Данила. Кроме того, в разговоре часто мужчин называют Виталик, Талик, Дима, Вадик, Костик. Но это тоже русизмы, потому что в украинском языке нет суффикса ик, он есть только в русском языке, записывайте своих детей, согласно украинской традиции, обращайтесь к ним в быту так, как вам нравится, советует языковед. Раньше мы писали о том, как правильно называть на украинском, простынь, и, наволочку. А еще рассказывали о том, как нужно говорить правильно, добрый день, или, доброго дня.